Добрый день, уважаемые иллюстраторы! Я рад вас приветствовать на третьем вводном занятии по нарисованию персонажа в программе Adobe Illustrator. На предыдущих двух занятиях мы с вами обвели наш эскиз и добавили к нашему персонажу какие-то маленькие детальки, а также доработали и убрали какие-то неточности и лишние элементы нашего рисунка. А на данном занятии мы с вами начнем раскраску нашего персонажа и подготовим его к дальнейшей постобработке, а именно нанесению светлых и темных участков поверх, приданию какого-то объема и дальнейшей работы с ним. Давайте откроем Adobe Illustrator. Вот наш персонаж. На предыдущем занятии я один элемент ему не дорисовал, который хотелось бы дорисовать. Сейчас я его очень быстро дорисую и мы начнем с вами раскраску. Я вот такую пряжечку ему на шляпе хотел нарисовать. Будет выглядеть это приблизительно так. И давайте с вами начнем покраску нашего персонажа. Какой бы цвет нам ему выбрать. Начнем вот с такого. Придадим всем элементам, которые нужны, аналогичный цвет. Грудка у нас будет более светленькая. Я бы даже сказал, я хочу ее какой-то желтоватой сделать. Контраст нашего персонажа. Мордочка будет такая же, как грудка. Веки я сделаю стандартного цвета. Персонаж, а именно котик, у нас будет не полосатый, одноцветный. Я еще раз какие-то элементы выношу наперед, какие-то оставляю сзади. По подслоям, вот они под слои у нас находятся. Носик я сделаю стандартный, светленький, как у котенка. Цвет рта возьму пипеткой с носа и сделаю немножко темнее. Вот так. Язык сделаю таким же, как нос по цвету. И посмотрю, что у нас получилось. В принципе, все выделяется и все видно. Ушные раковины у нас будут светленькими, такими же, как нос и язык. Волосы нашему котику я сделаю тоже светлые. Можно даже светлее основной мордочки, вот такими. Шапочка. И теперь такой момент. Кто у нас будет этот котик? Если мы предполагаем, что это будет, так сказать, девочка, тогда можно все элементы ему сделать розовые. В пользу этого цвета еще говорит то, что я хотел бы этого котика сделать, ну, таким, немножко сленговое слово, гламурным. В чем-то это плюс, в чем-то минус. На стоках у меня такие работы тоже скачивают, причем довольно-таки хорошо. Иногда гораздо лучше, чем простые. Видимо, из-за того, что они оригинальные. Я еще дорисовываю какие-то элементы волос, потому что мне кажется, что с этой стороны они выглядят немножко недополненными. Я их сделаю чуть-чуть потемнее и уберу на задний план. Продублирую. Глаза у нашего котика будут стандартные. Ничего нового изобретать тут не буду. Цвет у них будет... Цвет у них, давайте, будет зелено-желтый. Отражение я сделаю зеленоватого цвета, но уберу у него контур и уменьшу его насыщенность. Вот так. Блики уже можно сделать бесконтурные. Их уже будет хорошо видно. На верхней части глаза у нас будет затемнение. Я буду рисовать его на данном этапе, чтобы потом мне не запутаться. То есть я обычно затемнение рисую гораздо позже, но для глаз сделаю исключение, чтобы потом к ним не возвращаться, а сделать их изначально сразу красивыми. Вот так это будет приблизительно выглядеть. Уже что-то похожее мы потом добавим цвета и каких-то мелких деталей уже на конечной постобработке. И давайте, чтобы ускорить процесс, а это немаловажно, ускорение процесса, мы все скопируем на соседний глазик. В процессе трехводных уроков, которые у нас прошли, я забыл вам сказать один очень важный нюанс. Вы сейчас, наверное, немножко посмеетесь, но этот нюанс, я считаю, практически на 50 или 70% самый важный в процессе нарисования персонажа. Знаете, в чем он заключается? Смотрите, мы нажимаем файл и сохранить как? Мы сохраняем нашего персонажа. Потому что, если мы его не сохранили, и в результате каких-то, скажем так, действий, не зависящих от нас, выключилось питание компьютера, все погасло. Все ваши труды, иногда многочасовые, полетят на смарку. Я советую вам сохраняться по чаще. Горячие клавиши Ctrl-S. Параметры сохранения я выбираю иллюстратор версии CS5. Окей. Мы с вами сейчас рассмотрели один из ключевых моментов по нарисованию любого персонажа. Это очень важно, я еще раз повторяю, не смейтесь. Иногда, по собственному опыту знаю, бывает очень обидно, когда вы что-то нарисовали, и случился вот такой вот казус. Особенно, если вы потратили около 8 часов, и в порыве, я не побоюсь этого слова, страсти к своему персонажу, ни разу его не сохранили. Будет обидно, досадно, но ладно, придется нарисовать все заново. Давайте я все-таки ему нарисую какие-то такие вот розовые элементы. Мне мой ребенок подсказывает. Папа. А сделай ему все розового цвета. Давайте сделаем розовый цвет. Вот что у нас получается. И, соответственно, как элемент мы сделаем и шляпу тоже розового цвета. Внутренняя часть цилиндра у нас изначально темная, то есть мы придадим потом ей затемнение, но изначально отметим ее как более темную часть. Это нам потом в дальнейшем пригодится. И элементы ремня делаем их вот такими. Пряжка у нас будет под серебро. Мне кажется, золотой цвет цвет не очень подойдет. Еще раз кое-что подправим и посмотрим на получившийся результат. Вот в целом получился покрашенный персонаж. Какие-то элементы цвета возможно я и неправильно нарисовал. В целом все выглядит более-менее органично. Только вот эти элементы довольно-таки ярковато смотрятся на фоне нашего, скажем так, довольно-таки бледного котика. Но в дальнейшем, в конце, уже в постобработке, мы сможем исправлять вот эти все цвета через всего лишь одно меню. То есть в одном меню будут содержаться все цвета нашего персонажа. И с помощью этого меню мы потом все эти элементы сможем изменить. Это не принципиально. Если вам в конце, скажем так, нарисования вашего персонажа что-то не понравится, что-то будет более блеклое, что-то слишком яркое, какой-то цвет вы захотите изменить, его всегда можно найти. В данном меню, которое я рассмотрю немножечко позже. И можно будет нашего персонажа всего исправить. Все элементы его цвета. Мы потом проверим, сделаем несколько цветовых вариантов с помощью этого меню. И в дальнейшем я все эти цветовые варианты выставлю на сток. То есть одной картинкой, одним файлом. Еще раз мы смотрим нашего котика, осматриваем его на наличие каких-то мелочей, каких-то, скажем так, незначительных ошибок, некрасивых элементов и так далее. Сейчас я еще раз попробую придать ему какой-то более насыщенный цвет, чтобы посмотреть, что изменится. Волосы более золотистые сделаем. Да, так даже поярче как-то получилось у нас. И тогда пряжка золотого цвета будет весьма в тему. Розовый оттенок я сделаю более красноватым, наверное. Наверное, так. Вот эта яркость оранжевого цвета, она потом уберется, когда мы будем наносить осветление на нашем рисунке. И он не будет таким ярким и так сильно бросаться в глаза, так же, как и волосы. А будет красиво так смотреться, золотисто. Это я себе просто представляю уже, как бы по опыту. И в конце, да, мы сделаем такую золотисто-черную каемочку. И это будет у нас что-то наподобие стикера. Но вот это у меня такое представление есть. Именно касательно вот данной мордочки и данного урока. И на этом давайте закончим третью часть. А в четвертой мы с вами будем наносить свет и тень на нашего персонажа. Всего хорошего вам, мои уважаемые иллюстраторы. И встретимся с вами в четвертом вводном занятии. До свидания.